Доброго дня! Мы из Украины. Сегодня готовим мой фирменный рецепт икра из кабачков. Для приготовления икры нам потребуется кабачок непосредственно, терка крупная, тарелка. Ну и натираем кабачок на крупную терку. Ну и так перемещаемся в летнюю кухню. Газовая плита, сковородка, постное масло. В хорошо разогретую сковороду добавляем примерно 50 грамм подсолнечного масла. Натертый кабачок, что мы с ним делаем. Значит, солим, потом, если мало будет, добавим перец черный молотый. Хорошо этот кабачок перемешиваем, пока разогревается наша сковородочка. И отправляем кабачок на сковородку. Ну и обжариваем таким образом, периодически помешивая, приблизительно минут 20-25. Также для этого рецепта нам понадобится 2 луковиточки, вот они уже почищены, готовы. Перец сладкий, одна штучка. Ну и 3 морковки. Пока кабачок обжаривается, мы натираем также на крупную терку. Ну и так, как вы видите, морковка у нас на терку натерта, то есть она готова уже у нас. Берем лук, дальше нарезаем. Я режу так. Пополам. Потом делаю вот так вот. И полукольцами. Так, нарезаем 2 луковиточки. Также для приготовления нам понадобится петрушечка с огорода домашняя. 3 зубочка чесночка, уже готовы, почищены. И томатная паста. Ну я беру такую, в таких пакетиках. 2 пакетика такой пасты. Ну и перец горошек, лавровый лист. Ну то все в процессе, как бы, померяя приготовления будем показывать. Ну и как я говорю вам, прошло там минут 4-5. Помешали вот так вот. Помешали. Потом, когда уже она приготовится, мы покажем, как мы там высыпаем это дело. Что мы делаем дальше. Все, 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 все увидят. Ну и так, как я и говорил, 25 минут это все получилось. Икра. Кабачки поджарились. Икра наша. Высыпаем ее аккуратно потихонечку в кастрюльку. А сок отжимать не нужно с кабачков, да? Нет, сок я не отжимаю, чтобы потом не добавлять воды. Сок с кабачком я не отжимаю. Уже не пробовал отжимать. Ну, вот, рассыпаем все аккуратно в кастрюльку. Так, что мы делаем дальше. Дальше ставим с кабачком опять на огонь. Добавляем солнечного масла. Высыпаем наш заранее приготовленный лучок. И обжариваем до золотистого цвета. Потом будем добавлять морковку туда. Видите, мы сейчас пожарим пока лучок. И вот наш лучок до полуготовности, до золотистого цвета поджарен. Теперь положим сюда натертую-натертую, которую мы терли, 3 морковки. И продолжаем обжаривать. И так, друзья, пока жарится наш лучок с морковкой, мы нарезаем петрушечку. Также, друзья, я вместе с морковкой добавил сладкую перчинку. Вот видите, кусочки порезал и положил. Я думаю, хуже не будет. Лучок с морковкой и со сладкой перчинкой обжарился. Теперь добавляем томатную пасту. Прямо сюда в сковородку. Хорошо выдавливаем. А если из банки добавлять, сколько это ложек примерно? Из банки я добавляю где-то в районе 2-2,5 ложки столовых пасты. Ну, а так, если в таких пакетиках, 2 пакетика я добавляю. Может быть, можно и меньше, но я добавляю 2 пакетика, потому что полтора. Это как бы маловато, я думаю, будет. И так же хорошо перемешиваем. Ну, и пару минут вместе с пастой я как бы прожариваю. Уже поджарочку ношу. Ну, и так, друзья, наша поджарочка готова. Теперь мы все это дело аккуратненько высыпаем в кастрюльку уже заранее поджаренными кабачками. И кастрюльку сразу ставим на огонь. Что мы делаем? Перемешиваем это все. Приключаем, ставим самый минимальный огонь, потому что она сильно потом ляпает. Так, берем ложечку. Ложечка это все дело перемешиваем. Добавляем сюда 3 зубочка чеснока. Ну, я так, миленькими кусочками режу, колечками. Так же я добавляю, ну вот, приблизительно 5 горошин душистого перца. И 3 листика ладрового листа. И высыпаем нашу заранее приготовленную нарезанную петрушку. Теперь все это дело перемешиваем. Перемешиваем хорошенько. Проблизительно так. Красота. Теперь накрываем крышечкой. И на медленном огне готовится 10 минут. Потом покажем результат. Ну и так, друзья, смотрите. 10 минут прошло. Она немножко у нас протушилась. Единственный моментик, как бы, существенный. Смотрите. Перед тем, как будете выключать, попробуйте по соли как. Если, ну, может, кому-то нравится слабо соленая, кому-то соленая. Ну, соль, то есть, по мере соли добавить надо немножко. Либо не добавить. Попробуйте, продегустировать и добавить или не добавить. Да, попробуйте. И перед тем, как выключать, добавить соли, перемешать. Еще не минутку, она потушилась. И наша вкуснящая икра готова. Выключаем огонь. Мы ее кушаем, кстати, и на хлеб. И так можно просто ложечкой накладываешь и кушаешь. Вкусно-тища. Итак, друзья, наша вкуснейшая икра из кабачков готова. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео. Смочного. Пока-пока.